история это область знаний изучающая деятельность человека в прошлом сегодня вам расскажу краткий экскурс в историю в первой части мы изучим лекс изучим историю от 160 тысяч лет до 10 тысяч лет до нашей эры потом мы изучим историю от 10 тысяч лет до нашей эры и потом мы изучим историю последних двух тысяч лет важными моментами на которые мы будем обращать внимание будут климатические изменения и технологические открытия эти два фактора кардинально меняли историю человечества Стивен Оппенгеймер не тот который физик британский генетик и научно популярный писатель он нарисовал карту миграции человечества интерактивную можно нажать кнопочки на которой показал как климатические изменения влияли на перемещение людей Арзамас это русский русскоязычный некоммерческий образовательный проект они перерисовали эту карту и давайте посмотрим на нее более 160 тысяч лет назад современный человек хомо сапиенс появился на территории современной Африки и 135 лет назад образовались четыре группы охотников-собирателей три из них пошли на юго-запад и одна пошла на северо-восток присмотритесь к ней 125 тысяч лет назад эта группа прошла через зеленую в тот момент сахару по северному пути через нил к ливанту и это ведь добравшаяся туда вымерла около 90 тысяч лет назад глобальное похолодание превратило весь этот район как и всю в Африку в суровую пустыню позже эту территорию освоили неандертальцы альтернативная гипотеза говорит о том что эти люди были изобретены истреблены неандертальцами альтернативная этим гипотеза говорит о том что часть этих людей все еще выжила но не оставила никаких потомков среди современного человечества не оставила своего генофонда 85 тысяч лет назад одна из групп преодолела красное море и мигрируя вдоль побережья пошла в сторону индия питаясь собранной вдоль берега пищей все неафриканские народы на планете являются потомками этой незначительной группы людей от шри-ланки они продолжали двигаться вдоль индонезийского вдоль индийского океана к западной индонезии обошли ее и двинулись к южному китаю 74 тысячи лет назад извержение супер вулкана тоба на суматре привело к зиме длящейся 6 лет и мгновенно наступившему ледниковому периоду который длился тысячу лет который резко сократил численность населения планеты до 10 тысяч человек незначительное количество людей выжило тут и в африке после опустошения индийского субконтинента произошло его повторное заселение 65 тысяч лет назад на лодках отдельные люди людей смогли проплыть в австралию и новую гвинею в северной части все еще остается ледник и холода мало ледниковый период люди не спеша перебираются из турции болгарии в европу что подтверждают найдены каменные орудия погода стоит теплая и жители центральной азии двинулись на запад по степям центральной азии в этот период появляется потрясающее произведение искусства виде более детальной чем до этого на скальной живописи в этот в этот момент люди двигаются на север продвигаясь коляски и следующее незначительное следующее значительное похолодание вызывает связывание вот мирового океана в ледяной шапке и открывает переход между евразией и северной америкой предки коренных американцев добрались до центра америки либо через безледный коридор либо по прибрежью впрочем современные ученые склоняются к мнению что это произошло несколько позже они в разгар ледникового периода двадцать две тысячи лет назад во время последней ледниковой эпохи численно снесление северной европы азии и северной америки значительно сократилась некоторые группы людей остались запертыми в своих небольших оазисах и не смогли продвигаться дальше в северной америке закрылся безледный коридор закрылся и путь по берегу последний ледниковый максимум был 18 тысяч лет назад в северной америке на южной границе оледенение отдельные группы продолжают развивать разнообразие языка культуры и генов перемещаясь в южную америку в этот же момент в австралии изобретают бумеранг продолжающиеся и улучшение глобального климата привело к возобновлению миграции в южное миграции вдоль побережья особенно в южной америке и происходит повторное освоение северной части северной америки в субактарки люди вышли из беринговых рифиг рефугиумов оазисов и стали основателями эскимонско-алиутской языковой семьи 10 тысяч лет назад окончательное прекращение ледникового периода положило начало сельскому хозяйству сахара была зеленой об этом свидетельствует изображение жирафов натуратную величину в нигере происходит реколонизация британии скандинавии я хочу чтобы внимательно посмотрели на эту часть карты во время ледникового периода из-за схваченных вод в ледниковых шапках вся эта площадь является сушей когда воды тают между скандинавии и британии образуется водяной шельф до этого момента все человеческие общины на земле были весьма похожи это были небольшие обычно 250 человек группы охотников и собирателей из диких растений лишь незначительная часть съедобна для человека либо оправдывает сложность добычи большинство видов либо ядовиты либо предоставляют опасность например носороги большая часть биомассы земли существует в виде древесины и листвы которые мы вообще не умеем переваривать существует несколько взаимодополняющих гипотез того как именно люди перешли от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству однако определяющей причиной было улучшение климата и само наличие видов которые можно приручить в дикой природе нам придется серьезно постараться для того чтобы найти себе пищи на лугу и однако если мы высадим на этом лугу только съедобные семена и выкорчу все несъедобные семена то мы увеличим плотность произрастания съедобного на этом лугу в сотни раз и этот лук уже сможет прокормить не три человека а 300 человек более того сбор урожая теперь проще нужно просто собрать все на лугу приручение животных не только является источником мяса но также обеспечивает удобрение и тяговую силу для вспашки тех земель которые без обработки были непригодны для земледелия и некоторые животные еще производят яйца молоко и шерсть в первобытном обществе еды едва хватало для выживания но с приходом земледелия необходимо запасать еду для это это приводит к развитию керамики оседовый образ жизни приводит к росту населения двумя способами во-первых женщины кочевников рожают реже а уход за детьми осложнен если вы постоянно куда-то передвигаетесь во вторых избыток пищи может прокормить больше людей люди реже умирают от голода повышение количества пищи также приводит к новому интересному феномену появляются специалисты люди не заняты добычей пищи это художники которые развивают культуру это ученые которые разведают технологии это политики которые занимаются долговременным планированием это солдаты которые необходимы для ведения войн с другими людьми и это священники которые спич обеспечивают религиозное подкрепление этим воинам а домашенные животные проводятся продуцируют еще один скачок в развитии человечества становясь главным средством передвижения и оставаясь им вплоть до середины 19 века и развития железных дорог самое непосредственное влияние на историю оказывает евразийская лошадь мощная боевая платформа которую можно по праву считать танком средневековья лишь первую мировую войну они передали эту стафету танкам и грузовым машинам не менее важно хоть и не такую очевидную роль в военной экспансии являются бы микроорганизмы оспа корь и грипп возбудители этих и многих других болезней мутировали из вирусов предков животных и народы одомашнившие животными первыми стали первыми жертвами этих болезней заразивших животных но они же и первые выработали иммунитет к ним именно болезни сыграли решающую роль в европейском завоевании обоих америк австралии южной африки островов тихого океана появление сельского хозяйства произошло одновременно в нескольких регионах до сникнут консенсус среди ученых по поводу независимого возникновения сельского хозяйства в следующих пяти регионах это плодородный полумесяц в азии в котором одомашнили пшеницу горох оливки овец и коз притом есть ряд гипотез которые доказывают независимое одомашнивание разных видов разными племенами просто потому что сам регион был очень плодороден это китай в котором одомашнивают рис проса свинью и шелкопряда это мезоамерико в которой одомашнивают кукурузу бобы тыквы и индейку это анды в южной америки горная цепь в котором одомашнивают картофеля и морскую свинку и это восток северной америки плодородное место с разливом реки миссисипи где одомашнивают подсолнечник также есть гипотеза что следующие несколько регионов тоже должны быть включены в этом список список тех кто сами независимо придумали земледелие это сахель зона в африке под сахарой достаточно плодородная в тот момент где одомашнили сорга и африканский рис это западная африка зона чуть-чуть ежнее где независимо считается независимо от сахеля был одомашен ямс это эфиопия где была одомашнена кофе это новая гвинея где сейчас уже практически достигнут консенсус ученых был одомашнен банан и сахарный тростник и это амазония в которой ведутся споры кто первый догадался картошку выращивать также под влиянием этих технологий завезенных из других регионов в некоторых других также произошло одомашнивание своих эндемиков в западной европе не изобрели земледелие однако подсмотрев систему там одомашнили свой мак и свой овес в долинах инда в индии подсмотрели идея и одомашнили кунжут и баклажан а в египте подсмотрев идея идея из плодородного полумесяца одомашнили кошку давайте выстроим все эти события в хронологическом порядке и соотнесем с другими событиями произошедшими с человечеством за следующие 10 тысяч лет давайте мы оставим эту замечательную карту она как раз поможет нам отслеживать как будет развиваться земледелие 10 тысяч лет назад до на 10 тысяч лет до нашей эры наступает конец последней ледниковой эпохи кримот резко улучшается и по многим гипотезам кримот улучшается резко за несколько десятилетий наступает в месопотамии начинают сбор диких трав пшеницы и ячменя возможно для производства солода позже пива там же найден первый в истории человечества храмовый комплекс люди собирались и дружно договаривались верить что-то одно и построили специальную группу из храмов для этого в нескольких местах на планете независимо домашний волк один из первых прирученных животных сейчас мы называем это собака в персии домашний наказал в европе начали охотиться пока лишь с целью пропитания на лошадей в десятом тысячелетии до нашей эры вымер человек флоренсийский последний родственник человека из ветки хома в девятом тысячелетии до нашей эры в месопотамии появляется уже полноценное сельское хозяйство впервые в истории одомашниваются овцы козы свиньи и также свиньи в этот момент одомашниваются в китае но еще без земледелия в восьмом тысячелетии а домашний одомашненное земледелие начинает очень широко применяться во всем регионе плодородного полумесяца и быстро развивается гончарное ремесло сельское хозяйство восьмом тысячелетия так как погода везде стало лучше независимой практически одновременно появляется в южной америке азии и в новой гвинеи в египте уже в восьмом тысячелетии одомашнивают кошку и буйвола в греции появляются первые заранее спланированные могильники могильники является важным приквизитом к плотному поселению люди умершие от болезни продолжаются заражать других людей поэтому необходимо неким образом склонировать трупы дома обжигательные печи гончарные изделия резьба по бюрзе и костяные флейты появляются в китае а японские гончары заелись до того что начинают украшать свою глиняную посуду в седьмом тысячелетии до нашей эры отмечают нас сначала неолита нового каменного века каменные инструменты стали намного более тонкой работой и делаются теперь специалистами по производству каменных инструментов население мира сохраняет стабильную численность на уровне около пяти миллионов человек место обитания уже разбросаны по всему земному шару в виде небольших премен охотников и собирателей и сельское хозяйство на ближнем востоке начинают распространяться в разные стороны вместе с собой тут же распространяя свою глиняную посуду по среднеземноморью и 6000 лет назад случается климатический кризис северная африка медленно превращается в пустыню сахара это заставляет некит некоторые народы мигрировать в районе него на восток что скоро положит начало египетской цивилизации сельское хозяйство распространяется в египет и распространяется в балканы в африке культурный бум плетеные гончарные тканые изделия украшения ваза статуэтки обожженная посуда и предмет зачастую производится уже не только из-за функционального но из-за эстетического значения появилась трипольская культура первые поселения на территории украины после прорывов проливов босфоры дарданеллы пресноводное внутреннее озеро значительно увеличилась по размерам из превратилась в море соленой водой которое мы сейчас называем черное море в будущем она станет важным торговым путем через днепр средиземноморья в пятом тысячелетии до нашей эры возделывание риса распространяется из китая практически по всей юго-восточной азии и по островам плавно распространяется по островам полинезия в египте измеряют длительность года по приливам нила и всходу звезды сириус и вводят впервые 365-дневный календарь в центральной азии уже в пятом тысячелетии до нашей эры 7 тысяч лет назад находят первые пиктографические зачатки письменных систем а вместо питания и центральной европе появляется и развивается колесо в четвертом тысячелетии до нашей эры наступает пик увлажнения сахары хотя в конце тысячелетия начнется похолодание возникает верхнеегипетское и нижнеегипетское царство которые вскоре объединяются под властью верхнеегипетского происходит быстрая культурная революция разрабатывают папирус и иерографическое письмо цемент и фанеру независимо от египта письменность неподсмотренная изобретенная и никак не похожая появляется в месопотамии в том же тысячелетии в европе в евразии в это время одомашнивают лошадь в третьем тысячелетии до нашей эры египетский фараон джосер заканчивает объединение египта и придумывает идею строить пирамиды строить себе ступенчатую хиоп справил через 50 лет после него и построил сами знаете засуха ох это будет интересно засуха 2200 лет до нашей эры одной из наиболее тяжелых по вызванным социальным последствиям климатических событий последних десяти тысяч лет засуха длилась в течение всего столетия и способствовал падению древнего царства в египте и аккадской империи в месопотамии самых плодородных в этот момент регионах в этот же момент три тысячи лет назад в китае регендарный вождь хуанди подчинил себя влаждей всех других отдельных времен и создал первое мифическое китайское государство 5000 лет назад второе тысячелетие до нашей эры наступает бронзовый век многие народы обретают доступ к смертоносному бронзовому оружию что приводит к катастрофическим изменениям в общественном укладе утратой многих традиций в том числе письменности и разрушение всех крупных государств и городов того времени на большой территории наступает эпоха темных веков нашествие народов моря крушение меккенского государства хетского государства и крушение египетской империи приводят к угасанию торговых путей и общему снижению грамотности связи с чем навсегда и невозвратно уничтожается и пропадает мекенская линейная и лувийская письменности в это время почти каждый город между троей и газой был разрушен и зачастую больше никогда не был населен в конце тысячелетия и сама троя разрушается землетрясением а в греции основываются афины одна тысяча лет до нашей эры наступает железный век широкое распространение железа и расцвет античной науки древнегреческая культура широко распространяется по всему среднеземноморью к первому тысячелетию до нашей эры относятся очень многие открытия изобретения развивается геометрия тригонометрия формальная логика доказывают что земля имеет сферическую форму и измеряют ее диаметр впервые предлагается геоцентрическая система мира открыт закон архимеда посту положено начало гидродинамики положено начало истории как науки положено начало медицины как науки закладываются основы ботаники и биологии как классифицирующих наук появляется критика источников в исторической литературе споры и дебаты с приведением доказательств а не угроз основывается рим учреждается римская республика которая в первом веке до нашего эры трансформируется в римскую империю рим повоюет с карфагеном проведет три пунических войны которые закончатся разрушением карфагена крупного государства на севере африки в этом время киров великий завоюет вавилон и создаст персидскую империю а дарий первый максимально разрушить расширит персидскую империю которая будет простираться от греции и египта до индии и пакистана китай объединяется при династии цинь в третьем веке до нашей эры и больше никогда не разваливается на отдельные племена финикийцы распространяют свой весьма удачный буквенный алфавит по среднеземноморью в первом тысячелетии до нашей эры создается много религиозных и философских школ в том числе христианство и буддизм давайте поговорим о истории нашей эры первое тысячи первое тысячелетие похолодание заставит племена вунов двигаться на юго-запад европы а он уже плотно заселен это приводит к феномену который мы сейчас называем великое переселение народов множество миграций войн и переселений последствия этого мы сейчас называем темные века в европе в этом тысячелетии запад будет сильно отставать в развитии от византии арабского мира и китая при этом западная римская империя падет под напором варваров чтобы в будущем стать священной римской империей в этом тысячелетии быстро набирают силу и значимость такие религии как христианство и ислам что выльется в 732 году в битву при пуатье франки выиграют эту битву и остановят таким образом исламизацию европы в восьмом веке наконец в конце первого тысячелетия развивается образуется и укрепляется киевская русь на территории современной украины второе тысячелетие нашей эры из-за разногласия в трактовке догматов и политического соперничества христианство распадается на католицизм и православие противостояние христианство и исламу выливается в крестовые походы несколько военных компаний европейцев за господство над юго-западной азией воинственные монголы в 13 веке проводят амбициозную и успешную военную кампанию захватывая крупную территорию в центральной азии вплоть до восточной европы киевская русь при этом несет серьезные потери приходит в упадок в начале 15 века китай обладал огромным парусным флотом состоящим их из 250 парусных кораблей китай организовывает несколько экспедиций в том числе к африке и мадагаскару и австралии и островам тихого океана однако случается политический кризис который партия кораблеводов проигрывает корабли сожгли а ветви закрыли с этого в китае начинается эпоха элизалиционизма которая продолжается в чем-то до сих пор и технологический упадок на несколько столетий хотя в тот момент китай сильно обогнал обгонял в технологическом смысле европу в 1453 году с разницей в несколько десятилетий от сжигания кораблей в китае столица византии константинополь захватывается турками падение константинополя определяет отделяет средневековье от эпохи возрождения впервые в ходе сражения применяются новые военные технологии такие как порох и артиллерия многие университеты западной европы пополнились греческими учеными бежавшими из византии что сыграло немалую роль в последующем возрождении науки падение константинополя также перекрыла главный торговый путь из европы в азию это заставило европейцев искать новый путь и найти таким образом путь через атлантику в америку что приведет к уничтожению большей части населения северной и южной америки от болезни которые завезут туда колонисты таким образом падение константинополя и политика китая косвенно привезли к европейским завоеваниям и колонизации обоих америк африки австралии и всей юго-восточной азии эпоха ренессанса возрождает научно-технические достижения античности и развивает их вкупе с образованием централизованных государств европе и ряда политических революций которые оздоровили политический климат научно-технический прогресс приводит к промышленной революции 17 века замене физического труда людей сначала трудом и лошадей сначала энергия половых машин потом энергия электричества первая мировая война имела тотальный характер с вовлечением всех слоев населения стран участников впервые были использованы танки современная авиация химическое оружие огнеметы резко выросла огневая мощь войск грандиозный масштаб и затяжной характер первой мировой войны привел к беспрецедентной для индустриальных государств милитаризации экономики что выльется во вторую мировую войну которая станет первой ядерной войной на планете ядерный паритет между соединенными штатами америки и советским союзом приведет к холодной войне и гонке вооружений многолетнему военно-политическому соперничеству это закон как закончилось вместе с распадом ссср и тем временем круг стран владеющий ядерным оружием расширяется в двадцатом веке человечество развивает теории относительности квантовую физику космологию другие науки мы намного лучше понимаем свое место во вселенной проникаем вглубь материи достигаем космоса и создаем компьютеры что приводит к информационной революции и серьезному изменению жизни всех людей на планете общение в интернете и дешевые путешествия сближают людей и приводит к глобализации в 2014 году китай стал самой крупной экономикой планеты и первой страной по ввп в мире в 1974 году с телескопа варисиба был отправлен на послание было отправлено послание к другим звездам через двадцать пять тысяч лет она достигнет скопления м13 если за ним последует ответ то ему понадобится еще двадцать пять тысяч лет на то что прийти к нам через 40 миллионов лет по нашим современным моделям спутник марса фобос упадет на его поверхность через двести пятьдесят миллионов лет все континенты земли в девятый раз за историю существования земли снова объединяться в суперконтинент через миллиард лет увеличение яркости солнца сделает невозможным жизнь на поверхности земли испарится вся вода на планете через пять миллиардов лет солнце превратится в красный гигант в результате этого температура титана спутника сатурна может достичь температуры необходимы для поддержания жизни эти события не так неотвратимы все что произойдет с людьми зависит от нас спасибо а а и и и и а и и и и и и